Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня наше сообщение для нетерпеливых. Те, которые в новогодние праздники уже настолько отдохнули, что хотят скорее что-нибудь посеять. Не торопитесь, все равно. В январе месяце все еще очень холодно, темно и так далее. Но все-таки для некоторых растений это будет оправдано. И оправдано будет для тех, кто уверен в своих силах и кто хочет получить более раннее цветение цветущих растений, либо более ранний урожай каких-то плодов. Начнем с цветочных растений. Что же мы посеем? Наверное, стоит посеять гвоздику шабо, потому что у нее очень длительный период от посева, либо будем считать от всходов до начала цветения. И составляет он порядка 5-6 месяцев. Поэтому и делаем вывод, что в январе мы будем сеять те растения, у которых длительный период развития, которые медленно развиваются и требуется большой период для того, чтобы они зацвели. Гвоздика шабо. Различные существуют сорта, различные окраски. Ну и посеянная, она в принципе не будет доставлять нам хлопот, потому что, в принципе, всходы очень дружные и хорошие. О том, как ухаживать, слегка коснемся потом. Можно посеять эустому. Также будем сеять всеми любимую и никогда не надоедающую, хоть некоторые ругаются, это петуния ампельная. Петуния ампельная и из ее компании различные фрилитунии, как их еще называют, минитунии, то есть те, которые образуют пышные кустики. Потому что обычную петунию, которая называется гибридная, кустовая, мы ее посеем где-нибудь в марте и все у нас будет замечательно. А для того, чтобы получить пышный кустик ампельной петунии, мы должны периодически ее прищипывать. А если будем прищипывать, то будет отодвигаться цветение. Поэтому к июнь месяцу мы не получим вот этот пышный кустик, который мы видим в садовом центре. От момента посева до вот этого цветущего кустика проходит порядка 5-6 месяцев. Лучше сразу сеять поддельные стаканчики либо торфяные такие таблеточки-брикетики, чтобы потом не испортить наш посевной материал, не испортить сходы. Очень уж они нежные. Будем сеять вербену. С вербеной, в принципе, тоже особых трудностей нет. Если мы ее посеем где-нибудь в марте месяце, она зацветет в июне. Но когда мы хотим получить цветение уже в начале мая и сформировать красивые кустики пышные, для того, чтобы наполнить ими кашпо либо какие-то напольные емкости, то надо сделать посев именно в январе месяце. Сюда же мы привлечем и гелиотроп. Гелиотроп вы помните. Это такое красивое, мощное растение с крепкими листьями, насыщенного зеленого цвета, с такими ароматными, которые пахнут ванилью и щитки. Очень медленно развивается. Семена, которые вы приобретете в магазине, они, в принципе, должны зайти все, как правило. Но если вы сами собираете семена, либо вам дали соседи, то у гелиотропа такая тонкость. Гелиотроп имеет очень низкую природную схожесть в своей массе семян. Поэтому придется сеять немножко гуще. Ну и, наверное, как-то простимулировать, подготовить эти семена. Это другая история. Можно сеять виолы. Зачем нам сеять виолы? С такой целью, чтобы получить их цветение в этом же году. Потому что виола – это же все-таки двулетник. И обычно мы ее сеем, когда где-то там в июне-июле месяце она уходит с розеткой листьев под зиму и следующей весной расцветает. А если мы ее посеем в январе месяце, то она расцветет уже к маю месяцу. Правда, современные сорта, они хороши тем, что и летом они будут продолжать свое цветение. Потому что более простые сорта, они имели очень короткий период цветения весенний. И потом вид у них был все-таки такой немножко неряшливый. Бескомнатных в этот период мы посеем глоксинию для того, чтобы она тоже успела сформировать красивый кустик и порадовала нас своими цветами. Особой необходимости сеять лобелию я не вижу. Но если эта лобелия ампельная, каскадная, как хотите ее называть, тоже различные сорта, то надо ее посеять именно в январе с тем, чтобы успеть сформировать вот этот пышный кустик путем манипуляции такой, как прищипывание. Значит, сеем лобелию. Затем мы будем сеять еще с вами бегонию клубневую. Здесь она у меня белая. Можно сеять ее в марте, но лучше посеять сейчас, потому что считается, что посеянная где-нибудь в марте она не успевает, да, она будет свисти, но она не успевает к концу сезона сформировать хороший клубенек. Он потом еще не вызревший и очень плохо хранится. Посеянная в январе, к концу сезона, она формирует вызревший хороший клубень, который легко будет сохранить с тем, чтобы в следующем году уже не семенами возиться, а начать свой старт именно с клубни. Ну, это то, что касается цветочных растений. Можно еще там что-нибудь нанизывать, но остановимся на этом. Будем экономить время. Будем сеять в январе мы те еще растения, которым требуется стратификация, потому что на стратификацию тратится определенный период времени. Это может быть неделю до месяца. И вот, чтобы это время как бы учитывать до цветения, мы будем проводить стратификацию, а потом уже сеять. Это всем вам известная душистая лаванда, это дельфиниум, гречавки, клематисы, может, кто-то захочет посеять, видовые или какие-нибудь там свои семена будете выводить сорта. Дальше. Ну, для нетерпеливых и у кого есть возможность теплого парника, с целью получения раннего урожая мы будем высевать нашу любимую троису, помидор, баклажан, перец. С баклажаном все ясно. Тут у меня такой сорт помидоров тоже большое количество, может, цветом черри и всякие другие кустовые, низкорослые, высокорослые, тут, может, вы даже знаете больше меня. Хочу вашему вниманию представить, может, кто-то еще не попробовал такое интересное растение, которое называется пипина. Это из этого семейства посленовых, пришло оно к нам с Перу, но когда-то у нас и баклажаны не были распространены, а теперь каждый его может вырастить, кто захочет. Ну, я думаю, что пипина тоже займет свое достойное место. Очень интересный овощ, скажем, хотя вкус его напоминает кому-то дыню, кому-то манго, и когда вызревает, мякоть у него плотная, очень хорошо в салатах. Не буду рецепты выдавать, сами поэкспериментируйте. И, что хорошо, что семенная камера очень маленькая, то есть много мяса, мало дров. Рекомендую попробовать и тоже имеет очень длительный период от посева до завязывания плодов. Всем известны ягодные культуры это клубника, земляника. Чем она хороша при посеве? Ну, во-первых, мы освободим время, то, которое как-то там будем использовать в марте месяце, а еще, чем она хороша, что, в принципе, и подсветка, то и не нужна. Очень популярная тема еще по поводу того, что посеять, это душистые травы и микрозелень. То есть мы у себя на подоконнике можем уже с января месяца иметь такую мини-грядку. Что мы туда посеем? Да что хотите. Это может быть и свекла, обычная и свекла мангольд, различные салаты, луки. То, что касается пряных растений, то ничего страшного, что они будут вытягиваться, потому что постоянно состригая, будет формироваться пышный кустик постепенно, хоть он будет казаться таким вытянутым и блеклым, но тем не менее на чай вам ароматный хватит, а затем вы с успехом можете посадить это в огороде, ну или там поступить по своему усмотрению. Из овощных хочу еще вам напомнить, что хорошие дают результаты посев чернушки, из нее год посева получается отличного качества луковица с хорошими показателями лёжкости, конечно же вы помните про сельдерей, которые корневые, потому что он тоже очень долго готовится вступить в свою силу. Что мы будем предпринимать, как мы будем помогать? Вам придется приобрести подсветку. Какая это будет подсветка, это ваш выбор. Это могут быть фитолампы, светодиодные лампы, они хороши тем, что они не нагреваются, поэтому расстояние от рассады до фитолампы может быть не такое уж и большой подоконник позволят разместить. Это могут быть лампы энергосберегающие, можно в принципе и обычными лампами накаливания, но уже очень они разогреваются, поэтому надо следить за тем, чтобы не произошло перегрева листовой поверхности, то есть располагать их очень высоко. Это для тех, на заметку, у кого нет возможности или желания приобретать какое-то дополнительное осветительное оборудование. Но если вы решите всерьез заниматься, то вам все равно придется к этому вернуться. Помните еще о таком факторе, как тепло должно быть. Тепло должно сохраняться, особенно во время прорастания семян, порядка 20-22 градуса, и должно это происходить в течение круглого дня. Но даже если положить градусник на окошко, то вы увидите, что температура на подоконнике очень будет сильно отличаться от температуры общей комнатной. Значит, какие-то приспособления. Это может быть пенопласт, что-то поставить, вгородить от холодного воздуха, который идет от стекла, либо существуют специальные просто бытовые грелки, или даже уже такие мини-парнички с подогревом. То есть, помните и об этом. Период подсвечивания должен составлять 12 часов. Ну и вот в этой троице, которая сопровождает прорастание любых семян в любое время, в любом месте, это тепло, свет и влажность. Здесь следует соблюдать такое правило, которое будет от слова меньше. Чем меньше температура, тем меньше полив. чем меньше свет, тем меньше температура. Меньше, 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 меньше и регулируйте это, потому что если будет холодно и низкая температура, у вас появится гнили. Если будет холодно и влажно, у вас появится черная ножка. Значит, вам надо все-таки предварительно уже иметь в запасе какие-то фунгициды, которые помогут вам даже для профилактики обработать всходы или даже почву перед тем, как в нее высевать семена. Это может быть фитоспорин либо глиоклодин. Так как растения будем употреблять в пищу, то, конечно, они должны быть такого натурального происхождения биологические препараты. На этом я поставлю точку. Просуждайте, что вам надо, оцените свои силы. А те, кто твердо решил, то заделай, пусть у вас все получится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok